Кожа крупнейший орган человека, ее площадь около двух квадратных метров, а масса около 16 процентов от массы тела. Весит кожа значительно больше, чем скелет человека и на каждом квадратном сантиметре приблизительно 2000 нервных окончаний. Итак, как же беречь этот природный щит? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Ильдар Шакуров, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист дерматовенеролог Минздрава Самарской области, заслуженный врач России. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. К нам в студию можно звонить, если у вас есть вопросы к доктору. Прежде чем мы поговорим о тонкостях этого большого мира, называемого кожным покровом, все-таки не могу не начать с цифры, которая меня вот просто поразила. Если честно, это, конечно же, столетие вашего учреждения. Мне кажется, ну, мало кто, наверное, доживает до такого возраста. Только-только вот оно у вас случилось. Или впереди еще? Или мы вокруг ходим? Нет, вы знаете, мы как-то в коллективе и вообще так посоветовались. И такое приняли решение, что все-таки действительно сто лет – это один раз в сто лет. В сто лет. Да. И мы решили, что… Мы объявили у себя, так сказать, девиз, лозунг о том, что 2023 год – это год столетия диспансера. Поэтому мы в несколько этапов проводили наши мероприятия, посвященные к столетию. В частности, вот 10 марта у нас было… Мы делали это с российским обществом врачей, дерматовенерологов и косметологов. И 6 июня мы это делали с Национальным альянсом косметологов и дерматовенерологов, с главным специалистом, профессором Потикаевым. И, естественно, у нас еще будет где-то в сентябре будет мы с ЮСТИ, с Международной организацией по борьбе с пенозаболеваниями. То же самое мы отметим это, все это дело. Ну, то есть мы очень грамотно так сделали. Не то, что раз и все, и прошло, и забыли. Да, и потом у нас действительно много направлений, много моментов, где когда мы могли бы себя, так сказать, и показать, и как-то отметиться. Диспансеру 100 лет – это действительно хорошая дата. На самом деле в 1923 году губерновским отделом здравоохранения было принято решение, что приказ подписался 26 февраля, а в приказе написано, что полагать, что диспансер венерический открыт 22 февраля 23 года. И мы, это все из архивных данных, это мы все имеем ксерокопию этих приказов, мы этим занимались, смотрели. И действительно, ну, 100 лет диспансеру венерическому. Тогда он был назывался венерическим. Работало всего три человека в этом диспансере. Врач, средний медработник и… О, за 100 лет вы выросли до 275? Ну да, ну за это время мы проходили реорганизации, оптимизации, интенсификации. У нас много всяких разных было таких моментов организационных, реорганизационных. Поэтому на самом деле Самарский областной кожевый диспансер сегодня обслуживает где-то порядка 46% всей помощи, которая оказывается на территории Самарской области. Мы оказываем медицинскую помощь по профилю дермат-венерологии жителям Самары, жителям Новокуйбышска, Чапаевска и Волжского района в полном объеме. А что представляет из себя структура вот диспансера? Это же не вот тебе одно здание в одном месте, по адресу, которое у всех на слуху. Ну да, Венцико 35 – это как такое, ну, очень известное место, естественно. И не только у нас, и в странах СНГ, иной раз даже за границей, потому что у нас есть общие больные, которых мы иногда приходится оказывать помощь, так сказать, сообща с другими коллегами из других территорий, из других городов. Здесь, в Самаре, мы располагаемся, три бывших диспансера к нам были присоединены. Это Николай Панова рядом, этот диспансер был третий. Николай, она революционная, 138, это был второй диспансер. И первый диспансер это в Кировском районе был. И, естественно, у нас есть свой, своих два корпуса основных были. Это на Венцико 35 и Степана Разин 41, это стационарное отделение. Это одно из самых красивых зданий, кстати, в Самаре, чтобы вы знали. Вот, и мы в этих помещениях оказываем медицинскую помощь по профилю нашему. Вместе с тем, после реорганизации 2010 года было принято решение о том, чтобы не снизилась доступность оказания медицинской помощи по нашему профилю. Мы имеем кабинеты в нескольких поликлиниках. На Мехзаводе, медицинчасти номер 2. Мы имеем 4-й городской поликлинике детской, 4-й поликлинике в Кировском районе. У нас есть свои кабинеты, где врачи приходят по потребу, так сказать, по необходимости в несколько дней в неделю. Ну вот, исходя из того, что вы назвали, это такой достаточно большой объем учреждений, персонала. А с какими все-таки чаще всего, ну, я сейчас хочу про кожные заболевания, чтобы мы побольше поговорили. С какими кожными заболеваниями чаще всего обращаются жители именно нашего региона? Есть, может быть, какая-то у нас специфика? Есть специфика, естественно, есть специфика. Но дело в том, надо тут изначально исходить из того, что какая все-таки помощь, это дерматовенерологическая. Мы оказываем медицинскую помощь кожным больным, это в части называется дерматология, в части. Это примерно 67% наших всех объемов. Это мы оказываем помощь в рамках обязательного медицинского страхования. То есть кожные все больные, заразные кожные болезни, больных заразными кожными болезнями мы лечим в рамках обязательного медицинского страхования. То есть население, естественно, за это не платит. Это страховой полис. Если там есть новеллы, есть новшества, без страхового полиса, так или иначе, по прописке, есть по месту регистрации, такая помощь оказывается. В Самарской области это может быть кожевендиспансеры, у нас три кожевендиспансера, и 23 сельских, 23 сельских района помощь это оказывается. Но, опять-таки, остальные, где-то примерно 30 с небольшим процентов, это больные с вензаболеваниями. Но вензаболевания здесь не то, что вензаболевания, вот 37%, это 131 тысяча посещений, это то, что люди больные. Там есть тоже распределение, там есть больные, просто больные, их не так много. И есть пациенты, которые приходят с профилактической целью. Это или необходимо обследование, или какие-то сочетные, или заболевания не обязательно венерические. Они могут быть и урологические, они могут быть гинекологические. С этим тоже к нам обращаются. Но если вернуться к кожным заболеваниям, то самое распространенное заболевание, как ни странно, это на территории Самарской области, это контактные драматиты. То есть те драматиты, которые люди сами себе и имеют. Тут не обязательно что-то там такое сверхординарное. Кто-то с кибидаром себя прижег, кто-то крапивой обжегся, кто-то у кого-то там, значит, кошка заразила каким-то заболеванием, микроспорией, там, стригущим лишаем. Но основные заболевания, те, которые тяжелые, которые, вот эти, то, что я сказал, контактный драматит особый, это обычно явка в один прием. Это одно посещение. Ну, в редком случае, может быть, два посещения. То есть это обращение, это закрытый случай. А то, что есть заболевания в драматологии, есть заболевания очень тяжелые. Я думаю, что те люди, которые, у которых близкие болеют, это, конечно, это сложные заболевания, очень сложные. Ну, самое то, что вот в голову приходит быстро, это псориаз. Псориаз может быть с поражением суставов, без поражения суставов. Это действительно тяжелые заболевания. Это на сегодняшний день одно из самых тяжелых заболеваний по части драматологии. Вот цифру я только вам скажу. Только впервые обратились, впервые заболевания с псориазом за 22-й год порядка 1400 человек. Это получается вновь выявлено? Да, да. Это довольно тяжелые заболевания. Здесь и псориаз – это иммунообусловленное, иммуноассоцированное заболевание, обусловленное генетическими данными. Это тяжелые поражения кожи. Есть здесь многофакторный процесс – это и стрессы, и это и диета, и в основном процессы, которые связаны с генетикой, со стрессами, с нарушением диеты, с употреблением алкоголя, курением. Это очень многофакторный вопрос. И, естественно, многие годы лечение проводилось, лечение было такое избирательное и зависело от стадии заболевания. Можно было лечиться амбулаторно, можно было лечиться в стационарных условиях. У нас есть для этого все стационары со всем оборудованием. То, что в современном мире принято не только у нас, но и в Европе, самарская область этим всем располагает. Понятно. Давайте мы с вами ответим на вопрос зрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Мне вот третий год, один раз в году я болею ружей в одно и то же время. С чем это связано? Здесь вопрос такой. Но ружиное воспаление, к сожалению, это все-таки заболевание наше совместное с хирургами. Я думаю, что вам нужно в первую очередь обратиться в поликлинику по месту жительства, врачу-хирургу. И, естественно, если нужна будет консультативная помощь, то кожевинодиспансеры мы этих пациентов с такими заболеваниями тоже принимаем. Но именно рожиное, рожистые воспаления, кто вам выставил? Вы сами или все-таки врач вам выставил этот диагноз? Доктор, доктор выставил. Участковый. Участковый, да. Заболевание. Вы начните заниматься своим заболеванием с врача-хирурга по месту жительства, в свою поликлинику. Это помощь оказывается в системе обязательного медицинского страхования. Для вас это абсолютно бесплатно. Вы приходите к своему врачу. Хирургов, участковых, насколько я понимаю, нет. Но если ваш врач, участковый терапевт вас направит к тому специалисту, к которому вам нужно идти. Благодарим за звонок. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в студии Ильдар Шакуров, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. К нам в студию можно звонить. А коль скоро мы уж с вами заговорили про псориаз, давайте тогда на эту тему посмотрим сюжет, который наши корреспонденты сняли, собственно, в вашем диспансере. Все началось после сильного стресса. Алексей заметил на коже в области колен и локтей покраснения. Они зудели и не давали покоя. Чесалась и кожа головы. Вскоре небольшие покраснения превратились в пятна, покрытые белыми чешуйками кожи. После консультации с врачом-дерматологом стало ясно. У Алексея проявился псориаз. Врач назначил лечение, которое включало в себя гормональные мази и облучение ультрафиолетовой лампой. У меня узнали жалобы, у меня взяли соскоп, у меня, скажем так, опросили, ну, как сказать, болели ли у меня кто-то в семье еще. То есть отец, мать, бабушки, дедушки. Вот я сказал, у меня болеет отец похожим заболеванием. Если брать вот именно лампу, у меня, наверное, эффект появился спустя пять процедур. Ушли почти что пляшки на коже. По словам медиков, псориаз – аутоиммунное хроническое заболевание кожи. После постановки диагноза пациенту минимум три раза в год следует посещать дерматовенеролога. В случае обострения назначается терапия. Сейчас Алексей проходит повторный плановый курс лечения. На данный момент у нас происходит УФБ-терапия 311 нанометров. Это УФБ-расческа. Метод удобен тем, что, во-первых, локальное облучение происходит у нас на коже власти с части головы. Ну и также проникновение. То есть сама расческа помогает также отшелушивать орговение, то есть чешуйки кожи. Ну и, в принципе, дает достаточно быстрый и стойко долгий результат. Псориаз передается по наследству и может проявиться в любом возрасте. Стресс, неправильный образ жизни, инфекционные заболевания, переохлаждение или солнечные ожоги могут стать провоцирующими факторами для развития болезни. Оттягивать визит к врачу не стоит, отмечают эксперты. В тяжелых формах псориаз может затронуть и суставы, вызвать их деформацию. Болезнь опасна тем, что в запущенном состоянии может привести к инвалидности. Дерматологи напоминают, что любые кожные изменения требуют осмотра и консультации специалиста. Врачи призывают отказаться от самолечения. Ну вот из сюжета видели, что внешне достаточно тяжелое проявление болезни. И я знаю, что больные с таким заболеванием, многие думают, что, собственно, раз вылечить нельзя, значит, ничего не поможет, вот надо как-то приспосабливаться. Насколько методы лечения позволяют этим людям комфортно жить с таким заболеванием? Вы знаете, вот я за последние 30 лет, я вот наблюдаю за тем, что за эволюцией, вот оказание медицинской помощи больным псориазом, я уже практически все то, что новое внедрялось поэтапно, это было на моих глазах и на моей памяти. Действительно, это кожные заболевания, порой покрывают все кожные покровы, те два метра, о которых вы говорили. Это может быть эритродермия, это может быть очень сильное шелушение. Качество жизни, конечно, очень такое, достаточно такое, тяжелое. И у людей это и депрессии, и разуверились в медицину. Но я хотел бы сказать о том, что вот некоторые методики, некоторые методы лечения, которые у нас, которые у нас взаимствованы со стороны, которые внедрены у нас, чем мы занимаемся, конечно, эффект может быть очень-очень приличный. Но сам дебют заболевания, с чего начинается? Вот наш пациент, в принципе, и рассказывает о том, что да, было в анамнезе, да, у кого-то было, начиналось там дзерурные бляшки. Вот сейчас мы обращаем внимание на те случаи, когда у детей начали, вот большой процент среди заболевших появилось, во всяком случае, это и дети, это и подростки. Здесь может быть любой фактор. Чаще всего это стрессы, чаще всего это вот нарушение диеты, чаще всего инфекционные заболевания. Вот даже если цифры посмотреть сейчас, вот было предыдущие два года практически ковидное время. Было по 1400, по 1500 больных, а потом вдруг стал 1700 больных, вновь выявленных. Естественно, это отсроченный эффект, и естественно, мы увидели больных, те, которые к нам пришли. Но вместе с тем я хотел бы еще сказать. Вот показали очень интересный аппарат. Аппарат, правда, немецкий, фирмы «Вальдман». Но он был куплен еще старый, еще давно. Старые добрые времена. Да, добрые времена, да, когда было, так сказать, это как-то и контакты, и общение, и результаты смотрели мы совместно. Вы очень много работали по этой методике с москвичами, с московским нашим главным институтом, с главным специалистом по ОФБА и по пулотерапии профессором Владимировым. То есть у самарских медиков есть весь арсенал, который можно сегодня применить, и улучшить намного гораздо, и улучшить качество жизни. И качество жизни, если обострение, обострение может быть два, три даже раз в году. Мы можем сделать так, чтобы обострение будет год раз, два раза. Я видел даже три, четыре года, когда были длительные ремиссии. То есть приверженность к лечению все-таки должна быть? Надо, 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 во-первых, надо все. Вот, вот прочитали в интернете, почитали о том, что вот кто-то пишет о том, что вот да, все неизлечимое. Да. Да, заболевания неизлечимы, но могут быть довольно-таки длительные, длительные ремиссии. И без проявлений можно жить, вы знаете, вот были очень тяжелые больные. Вот современные методы лечения, сейчас вот у нас стоит иной раз проблема такая. Вот человек не мог ходить, болели суставы, значит, кожа была полностью покрыта, и не хотели выходить из дома. Современные методы лечения, это генно-инженерные биологические препараты, биотерапия так называемая, современные методы. У нас есть отечественные препараты. И вот сейчас у этих людей стоит вопрос о том, что они такие, так у них хорошо, так чистая кожа, так все проявления прошли, и у них могут снять инвалидность. Что будто бы ничего и не было. Да, что будто бы ничего и нет, да. Ильдар Гумирыч, а вот мой знакомый дерматолог все время шутит, радуйтесь, если у вас чесотка, потому что это единственное заболевание, которое диагностируется без всяких сомнений. Все остальные кожные болезни, говорит, он диагностируется весьма сумбурно. Вот вы уже говорили, что у вас замечательное оборудование в диспансере. Так вот, все-таки по поводу диагностики-то есть проблемы? Диагностика тоже. Ну, во-первых, давайте так скажем. Все-таки Самарская школа дерматовенерологии, она довольно-таки сложится со стажем, с опытом. Ведь когда мы говорили, что в 23-м году был организован диспансер, но мы должны добавить о том, что за 5 лет до этого уже была организована кафедра. Это работал Самарский медицинский институт, Куйбышевский медицинский институт имени Дмитрия Ильяновича Ульянова. Там была очень хорошая школа профессора Зенина. Уже тогда. Там было, кстати, 180 коек. Все больные лечились практически там. И большой опыт оказания медицинской помощи, естественно, готовил хороших специалистов. Мы иной раз сравниваем, какие консультации, с кем мы проводим. И вот буквально неделю там и назад мы консультировали двух больных с главным специалистом Минздрава России из Москвы. И диагнозы-то у нас правильные, и лечим-то мы правильно. Так что подготовка, во-первых, подготовка специалистов высочайшего уровня в соответствии с требованиями высшей школы. У нас прекрасная кафедра, прекрасные специалисты. Есть у кого учиться. Есть практический опыт в практическом здравоохранении. Диагностика псориаза, да, она может быть проводиться визуально. Можно руками, глазами поставить диагноз. И тут ошибиться это 0-0-0 какой-то процент. Есть возможности сделать биопсию. Есть возможности дальше понаблюдать. Поэтому вопрос диагностики того же самого псориаза, ну, оно понятно, что оно более как-то, ну, более требовательное, чем диагностика чесотки. Но в вопросах диагностики мы еще практически не допускали дефектов. У нас есть возможность проконсультироваться у одного профессора, у второго профессора. У нас очень в этом плане очень такой близкий симбиоз. Профессор кафедры, заведующий кафедры профессор Орлов, Евгений Владимирович, он консультант кожевинодиспансеров всех. В это же время главный врач областного кожевинодиспансера, профессор кафедры на этой же кафедре. Поэтому если... То есть вы не испытываете проблем с диагностикой? У нас мы не испытываем. И сейчас вот очень интересный такой момент. Есть вопросы телемедицины. Вот за прошлый год, в 22-м году, мы проконсультировали порядка 30 человек в нашем головном институте. Это, скорее всего, нужно было для того, чтобы мы, не пациент от этого что-то там, чтобы мы поняли о том, что мы правы. У нас не было ни одного расхождения диагноза. Вы знаете, вот, к сожалению, осталось две минуты, и мы не успеем с вами поговорить про венерологию. Это означает, первое, что вы придете к нам еще все-таки когда-то на эфир, и мы на эту тему поговорим. А сейчас, прям коротко, я бы хотела завершить вот чем. Почему нельзя лечить кожные заболевания самостоятельно, ну, сравнив, посмотрев, что у тебя там на коже выскочило, почитав в интернете, ага, нужна такая тамась, сходить в аптеку, и почему нельзя этого делать? Значит, вот смотрите, вот по нашему, наш профиль, дерматовенерология, наиболее, на мой взгляд, как главного специалиста, как вице-президента Российского общества врачей-дерматовенерологов, наиболее регламентированная служба. Мы практически медицинскую помощь по профилю дерматовенерологии на территории Самарской области осуществляем в соответствии с порядками, где четко и ясно написано в маршрутизации, кто лечит, кто диагностит. Значит, вот вы сейчас не успеете рассказать, почему нельзя самим взять какую-то мазь и помазать пятнышко? Ну, ну, просто нельзя этого делать, самолечением заниматься. Почему? Самолечением заниматься просто нельзя. Не пройдет. Вот, поверьте мне, чесотка, может быть, и прошла бы, но, по-среда, точно не пройдет. Мы лечим в соответствии с порядками, в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями, в соответствии с профстандартам врача-дерматовенеролога. Врач-дерматовенеролог, ну, там, не предполагает наше государство о том, что кожные больные, кожные болезни, тем более которые инвалидизируют, которые могут привести к смерти, которые должны наблюдаться со многими-многими врачами, человек занимался самолечением. Ну, это абсурд. Ну, прецеденты ж есть. Мы такие умельцы, что иной раз такое вытворяем, поэтому здесь я, конечно, не удивляюсь. У нас есть такие случаи, мы наблюдаем за такими больными, но мы потом исправляем ошибки. Да, вот я и хотела спросить, были ли обращения после такого лечения, конечно же, КОН. Конечно. Итак, лечиться самостоятельно от кожных болезней нельзя, сказал главный внештатный дерматолог Самарской области. И на этом мы с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю. Благодарю за эфир. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова